Первый вопрос сайта «Умная школа». Почему вы считаете, что необходимо урезать число студентов-бюджетников и в перспективе переходить к платному высшему образованию? Имеется в виду снижать во всех институтах или лишать мест неэффективные вузы? Это вопрос. Для меня вопрос количества мест непринципиальный. Для меня гораздо важнее вопрос качества. Я вот всех хочу спросить. Мы удовлетворены тем качеством образования, которое мы имеем в наших вузах? Я не удовлетворен. Я считаю, что у нас очень много халтуры. И количество халтуры велико. Мы точно можем сказать, что у нас ни один, ни два, ни десять, ни двадцать вузов занимаются имитацией образования. Значит, называют это высшим образованием. Их больше. То есть, в целом ситуация достаточно серьезна. Поэтому я вижу свою задачу прежде всего повышать качество. Это можно делать разными средствами, разными инструментами. Но для меня императивом является качество образования. Любой наш студент, гражданин России, поступая в высшее учебное заведение, и, кстати, неважно, на бюджетное место он поступает или на коммерческое, должен быть уверен, что он в результате получит качественное образование. Мне понравилась ваша цитата, если не ошибаюсь, где вы сказали, что у нас сегодня многие студенты делают вид, что они учатся, и многие преподаватели делают вид, что они учатся. Правильно, да, цитата? Да. Хорошо. То есть, будете сокращать по принципу качества? Еще раз. Где-то придется сокращать, где-то мы будем увеличивать. Но я считаю просто аморальную ситуацию, когда на самом деле мы обманываем наших студентов, потому что очень многие не получают высшего образования, хотя они получают диплом, в котором написано, что они являются специалистами с высшим образованием. Это либо купленный диплом, либо просто вузы в силу своей некомпетентности и низкого профессионализма не обеспечили тех компетенций, которые соответствуют высокому статусу человека с высшим образованием. Вот с этим я буду бороться абсолютно бескомпромиссно. Я вообще не терплю халтуры, и я ее не потерплю ни в высшем образовании, ни в среднем, нигде. Этого не будет точно. Это радует. Вопрос из ЖЖ. Будет ли налаживаться сотрудничество вузов с предприятиями? Вы считаете, что стране не нужны инженеры? А какие профессии, по-вашему, наиболее востребованы в стране? Не смущает ли вас, что в стране, декларирующей модернизацию и развитие производства, и нанотехнологии не требуются технические специалисты высокого уровня? Тут ваша цитата из воскресного времени на Первом канале, где вы как раз говорите о том, что студенты делают вид, преподаватели делают вид. И вот, видимо, из этой цитаты взята мысль об инженерах. Мы прекрасно понимаем, что экономика России 21 века будет строиться руками инженеров. То есть будет еще очень много нужных людей, управленцы, экономисты, юристы и так далее. Но люди, которые создают новые предприятия, которые создают новое производство, это инженеры. А дальше возникает вопрос, а готовим ли мы сейчас таких людей с теми компетенциями, которые нужны, и в тех количествах, которые нужны. Я отвечаю на него, нет. У нас структура подготовки сохранилась со времен 50-60 летней давности, когда экономика была совершенно другой. У нас программы подготовки сохранились с тех времен. У нас и количество вузов сохранилось с тех времен. У нас и количество вузов увеличилось в два или даже в два с половиной раза. Ну, плюс еще платные, конечно. Количество вузов по сравнению с 90-м годом. То есть все, кто хотят поступить, то есть неважно, поступают в нашей стране всех. Мы самая студенческая страна, я тут выяснила. Вы знаете, не Америка, не страны Европы. Я очень хорошо это знаю. Да, мы самые студенческие. А дальше возникает очень простой вопрос. Я просто хочу отрисовать, может быть, таким же родителям, как и я. Вот человек с высшим образованием, у которого в дипломе инженер написан, который, например, работает официантом, или менеджером торгового зала. Понимаете, это, так сказать, один сюжет. Другой сюжет. Человек со средним специальным образованием, который является хорошо подготовленным, высоко квалифицированным специалистом, который работает на высокотехнологичном производстве, который работает в соответствии с тем образованием, которое он получил, и получает хорошие деньги за это. Вот где наш путь? И кто нам, так сказать, нужнее? Я считаю, что готовить людей, вкладывая в это силы, время, деньги и так далее, которые потом массово-массово не работают, используя эти знания, ну, это просто бессмысленно. Понимаете? А делать это за государственный счет еще и безнравственно, потому что мы все платим налоги, да, и хотим, чтобы эти деньги приводили к конкретным, позитивным для общества результатам. А как вы смотрите на кейсы от производства? Вот я от многих своих товарищей капитанов ответственного бизнеса слышу, что они просто берут, входят в кафедры, предлагают свои условия по практике, по последующему трудоустройству, складывают в эти кафедры деньги, и таким образом стараются, чтобы студентам давались более, ну, скажем так, систематизированные знания, и таким образом эти студенты были потом конкурентоспособны, были интересны в качестве наймитового. Да, это то, что нужно делать. То есть вы смотрите на это положительно? Я не просто на это смотрю положительно, я этим занимался, когда работал в университете. Привлечением крупного бизнеса? Привлечением крупного бизнеса к разным уровням подготовки, с разными условиями, с разными результатами на выходе. Но пока у нас это не заработает как система, а не как набор каких-то отдельных точек, у нас не будет и системного результата. Вы верите в то, что это можно будет сделать? Вот какой, можно сказать, временной промежуток? А у нас нет другого выхода. У нас нет другого выхода. Нам нужно просто пересмотреть подход. Нам нужно изменить парадигму, изменить целевую функцию высшего образования. Я с вами просто абсолютно согласна. Я, честно говоря, единственное, что вот сомнения есть о том, насколько это быстро удастся реализовать, потому что короткая ремарка, да, очень сложно вообще людям сегодня в России объяснить, что не всем надо высшее образование. Это скажу я, вы не говорите, а то потом на вас все накинутся. Но это правда так. В Магнитогорске гораздо лучше проучиться в профессиональном техническом училище и потом пойти работать на Магнитогорский металлургический комбинат, нежели, например, рваться и получать профессию инженера. Вопрос от Слана. Будет ли реформироваться Академия наук, и как вы видите эту реформу? Это такая структура, в которую не рискнул залезть даже министр Фурсинга, известный своим реформаторским духом. Чувствуете ли вы в себе силы заняться этой проблемой? Видите, у меня много сил. Вы вчера хорошо в Твиттере написали ссылку про Академию, потом добавили, не пора ли как раз про реформу. Я, в общем, отношу себя к людям, которые добиваются результата. Так очень важно всегда поставить правильную цель. Моя цель не может состоять в изменении какой-то конкретной организационной структуры. Может быть, она хорошая, может быть, она плохая. Но в этом точно цели быть не может. А цель реформы науки совершенно в другом. Дать нашим ученым, отдельным исследователям, научным группам, лабораториям, которые работают уже сегодня на современном уровне, международном уровне, потенциал для развития и роста. А сегодняшняя Академия не дает? Создать для них благоприятные условия. Что мы будем делать? Мы, прежде всего, проведем всесторонний аудит того, что происходит в нашем научном секторе. Не только в Академии наук. В высших учебных заведениях, в различных других государственных научных организациях. Их у нас очень много. У нас больше двух тысяч научных институтов, которые не входят в систему Академии наук. А финансируются за счет? Финансируются за счет разных источников, в том числе средств различных министерств, ведомств и так далее. Поэтому нам просто предстоит сначала понять, а где вообще мы находимся. Могу вам сказать, что за последние 20 лет, а может быть уже и за больший срок, у нас просто не проводилась анализа того, что у нас происходит. Анализы именно с точки зрения уровня работы. Поэтому первой задачей здесь будет являться проведение такого объективного анализа. Объективного — это значит анализа на соответствие мировым требованиям. Потому что в науке в современный уровень есть только один — международный. Ты ему либо соответствуешь, либо нет. Если есть, то ты ученый. Если нет, то ты какой-то другой. Может быть очень важный человек. А если вдруг наша Академия окажется не соответствующей международному уровню? Я абсолютно убежден. Я это знаю, что внутри Академии наук есть и целые институты, работающие не просто на мировом уровне, а гораздо выше. Есть отдельные лаборатории, которые точно работают на мировом уровне. Есть отдельные исследователи, которые полностью соответствуют этому уровню. Вопрос в том, что для них именно нужно создать условия для развития. А для тех, кто не работает? И средства государственной поддержки должны быть ориентированы именно на это. А те, кто не работает, извините, будете называться как-то по-другому. Если вы ученый, но не можете показать результаты вашей работы за последние пять лет, то мы вас переименуем. Может быть, вы нужный человек, но вы не ученый, а кто-то другой. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...